Музыка Насколько я понимала, первым исполнителем танца степ был Григорий Сергеевич Хручев. Для тех, кто помладше объяснял, был у нас в стране такой фактный мемблиник, глава государства. Говорят, на 15-й сессии генеральных ансамблей ООН, он танцевал степ одной рукой, а то есть просто молодея ботинка на столу. Но на самом деле, кажется, степ это кусочек железяки, приклеенный на ботинок. Хотя нет, конечно нет, это неправда, потому что железячки на самом деле должны быть как минимум две. Привет! Наша команда возьмет 20 классов настоящего профессионала. Привет, девчонки! Здравствуйте! У вас есть какие-то ко мне вопросы? Да! А вы кого зовут? Меня зовут Нина. Как долго вы занимаетесь степом? Степом я занимаюсь уже 4 года, сейчас будет 5-й. А сложно ли ты танцевать? В целом мы танцуем степ каждый день, когда ходим. Каждый шаг это и есть степ. А так, конечно, чтобы освоить его профессионалы, нам будет какое-то количество времени. А вы научите нас? Конечно! У степа три базы. Первая база это простые одинарные удары, как, например, обычный шаг. Далее есть простые скользящие удары, как, например, скап. Когда мы коглубком просто ударяем вверх. А также есть третья база степа, это двойные удары. Одну линию. Отдельно. Скажите, а вы до сегодняшнего дня слышали о таком танце вообще, как степ? Да. Как, на ваш взгляд, степ – это все-таки тяжелый танец? Ну, сначала будет легкий элемент, но я думаю, что будет сложнее. Хорошо. Расскажите, а вы бы хотели научиться танцевать степ? Я бы хотела научиться, но я не думаю, что это будет просто или сложно. Для каждого это будет по-разному. Если вы танцуете и слышите звук, это еще не значит, что вы ступитесь. Это значит, что ваши соседи уже стучат в потолок. Бум, бум, бум. Э, вы что, совсем там, что ли? Бум, бум, бум. Субтитры сделал DimaTorzok